Мир плохих игроков представляет. Зло во времени суток. Ну, в общем, я решил слегка переделать свою рубрику Донный Мастер, и не просто заливать реплей, где я получаю мастера и всё это дело под бодренький такой музончик, а пилить всё это дело с моими бредовыми комментариями и мыслями по танку. И сегодняшним обладателем знака классности мастер становится, ну, собственно, я, и тяжёлый танк пятого уровня Черчилль-3. Это советский премтанк пятого уровня с льготным уровнем боёв. В ангаре он у меня стоит уже довольно-таки давно, мне его на новый 2013 год подарили, и ТТХ я особо не буду перечислять, но скажу лишь то, что танк офигенный. Я его вообще считаю лучшим премтанком на пятом уровне, ведь его орудие самое лучшее среди конкурентов, базовым снарядом пробития 110, а у тех же Т-14 и Эксельсиеров 92. То есть нам не придётся чуть ли не каждый раз заряжать голду, а если и зарядим, то 180 пробития на пятом уровне, я думаю, хватит уж точно. Да и на шестом, собственно, тоже. И это плюс всё вкупе с быстрой перезарядкой в 2 секунды. В дуэли 1 на 1 даже у КВ-1 нет шансов, тем более если у него стоит фугасница. Ведь у Черчилля ещё и броня есть. Во лбу есть плита вокруг пулемётного гнезда, так вот она 177 миллиметров. Бывало и так, что даже КВ-1 со своим пробитием 175 не пробивали, но всё же во лбу большую часть занимает броня номиналом 88 миллиметров. Этого маловато, и пробивать нас будут довольно-таки частенько. Ну, башня также бронирована в 88 миллиметров, всё это под прямым углом, пробивая туда все без проблем. Но, несмотря на это, я всё же считаю, что Черчилль-3 это танк ближнего боя. Да, мы не КВ-1, но всё же у нас тоже есть намёки на броню. А в ближнем бою наше ДПМное орудие проще всего реализовать. Стрелять издалека, ну, точность у нас, как бы помягче сказать, не совсем хорошая. Ну, а попадая в бои шестого уровня, то отыгрываем роль танка второй линии. Или огрызаемся на танке уровнем ниже. Давным-давно, когда я только начинал играть и докачался до танка КВ-1, он довольно надолго застрял у меня в ангаре. Я фармил на нём, и он вообще был моим любимым танком. Но, когда появился Черчилль-3, про КВ я стал всё больше забывать, а потом и вовсе продал. Но, Черчилль-3 фармил больше, и он также мог и потанковать в некоторых ситуациях. И орудия намного скорострельнее. Одним словом, Черчилль-3 это мой самый любимый танк пятого уровня. Вот так вот. Ну что ж, что касаемо этого боя. Как видите, несмотря на то, что я попал на дно списка, я не стал где-то стоять позади. Я как-то стараюсь более-менее играть активно. Потому что у противника особо крепких танков шестого уровня нет. Успел я уже, кстати, получить отсутство. Ну, вот именно в такой ситуации всё же у КВ-1 было бы больше шансов вытанковать урон от этой ПТ. Но получил я в башню, в слабое место, так скажем. А тем временем, вражеские танки пятого уровня прорвали наш фланг. И я решил вернуться на его защиту. Стреляю тут голдой, потому что я... Коварная тварь, ломающая балансы горы, не даю тяжам танковать. Ну, а на самом деле, просто КВ-220, 100 мм брони со всех сторон. Бронебойным снарядом вряд ли я его куда-нибудь пробью. Да плюс он стоит под углом. А права на ошибку у меня сейчас попросту нет. Ну и он меня как бы голдой расстреливает. Если не ошибаюсь, 120 пробития. Но этого хватает, чтобы и в слабые зоны во лбу занести свой снаряд и в башню. Но у него башня тоже не монолит. Поэтому спокойно, разобравшись, не без помощи союзников с вражескими тяжами, отправляемся на базу противника. А тут у нас притаились две вражеские СТ-шки. Т-34-85 и ЧИТО. Я ему специально стреляю по бакам в надежде поджечь его и проходит мой замысел весьма успешно. Бомбануло у нашего любителя суши и медаль пиротехник у нас в кармане. Ну а башню 34-ки естественно не пробиваю. Но зато любителей пожрать во время игры, потыкать на одну кнопку. Уничтожаю. Пять фрагов. Жалко, что воина не удалось здесь получить. Вот как-то похрен. Вот как-то так. Пишите свое мнение по Черчиллю Третьему. Ну а по поводу этого танка я скажу лишь только одно. Это лучший премтанк на пятом уровне. И этим все сказано. Удачи на даче.